Тувинские проекты занимают без малого треть комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», подписанного премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте правительства России. В Енисейскую Сибирь входит в общей сложности 32 проекта, представленных частными инвесторами. На территории Тувы предлагается реализовать 10 из них. Наиболее крупным является строительство железнодорожной линии или ГЕСТ-Козыл-Курагина в увязке с освоением минерально-сырьевой базы республики. В рамках этого проекта предполагается строительство горно-обогатительного комплекса на Элигестском месторождении коксующихся углей, объектов инфраструктуры и железнодорожного транспорта на линии Элигест-Козыл-Курагина, а также угольного перегрузочного терминала в районе мыса Бурный, близ Владивостока. В угольный раздел входит и строительство угледобывающего комплекса на Межигейском месторождении. Помимо железнодорожно-угольного направления, КИП включает планы по созданию горного обогатительного комбината на базе Аксукского медно-профирового месторождения. Он станет частью российской компании по производству батарейных металлов. С добывающей отраслью связан также проект освоения Тарданского золоторудного месторождения. Отдельными пунктами комплексного инвестиционного проекта стали инициативы республики по созданию автотуристского кластера «Гостеприимная Тува». Кластер будет состоять из горнолыжного комплекса «Тайга», этнической деревни на базе Туранского моралхоза и туркомплекса «Чигытай» на берегу одноименного озера. В перечне задач есть также пункт о создании трансграничного автомобильного коридора «Красноярск», «Кабакан», «Козыл», «Хандыгайты», «Улангом», «Хофт», «Урумчи». План продолжают предложения о строительстве многофункционального медицинского центра и многопрофильной стоматологической поликлиники в Кызыле. Продолжение следует...